Самый крупный экспонат в нашей коллекции и самый старый – это бюст Владимира Ильича Ленина. Он сделан на заказ для музея, рассказывает научный сотрудник Ульяна Светочева. Этому бюсту вождя пролетариата пошел седьмой десяток. Хоть это и не живой Владимир Ильич, при определенном освещении кажется, что массивная скульптура следит за тобой. Экспонат первый в коллекции, что встречает посетителей музея-квартиры. Остальные экземпляры гораздо меньших размеров. Есть еще один барельеф. Материал у скульптур разный – металл, пластмасса, гипс. Практически все экземпляры одного периода – 70-е годы прошлого века. Художники ваяли миниатюрных вождей в честь столетнего юбилея со дня рождения Владимира Ильича. Образы Ленина увековечивали память вождя эволюции, а также они служили и инструментом пропаганды. Так отличившимся работникам дарили бюсты Ленина в качестве поощрения. А поощрялись ударники труда за проведенные субботники. А с годами, когда их значимость падала, большинство экземпляров из частных владений попали в музей. Помимо бюстов в музее есть и модели памятников. К примеру, этот установлен здесь же, в Минусинске. И находится он на площади, которая так и называется – площадь Ленина. Во времена Советского Союза в городах, да и вообще в населенных пунктах, эдакий культ Ленина закреплялся. Памятники, аллеи, скверы, улицы. А на многоэтажках большими буквами вырастали лозунги. И по сей день память о вожде сияет на солнце. Коммунальные службы ежегодно покрывают революционера защитными средствами. Чтобы памятник не разрушался от птичьих следов и осадков. В каждом городе есть подобные скульптуры. Где-то Ленин сидит с задумчивым взглядом или замер в своей знаменитой позе. Югу Сибири Ульянов Ленин знаком не понаслышке. В Шушенском он отбывал ссылку. Теперь дом, где жил и трудился вождь пролетариата – музей. Впрочем, как и любой другой, где хоть на некоторое время останавливался Ленин. Владимир Ульянов кто такой? Не знаю. Ну, может, то поколение, которое его помнит, в школе изучало Владимира Ильича. Для них актуально. А вот я думаю, для нее нет. Потому что она, наверное, не знает, кто это. Не знаю. Похоже, что на юге Сибири имя вождя пролетариата потускнело. Хоть его статуи и блестят на солнце, молодежь Ленина не узнает. Для них это памятник – символ прошлого века. Артем Михалков, Наталья Курцева. Новости, 7-й телеканал.